Всем доброго дня! Продолжаем снимать видео по изготовлению труба гипа. Я тогда закончу каретку. Эта каретка, как я говорил, делается из стоек уголком 25 на 25. Внутри ставится каретка, я уже показывал как. Здесь 8 на 7 с половиной площадка, вид полностью с гайкой от крата 5-тонниковой. Ружка съемная на 20 сантиметров. Другая ружка тоже съемная на 25 сантиметров. Достаточно, я думаю. Проверим ее. Она здесь закручена на круглый вал. Шплинтик тут есть, гаечный. Она ставится под шплинтик. Сейчас я ее сниму, покажу как это все делается. Может кому оно пригодится. Вот ручка на 25 сантиметров здесь по концам. Здесь я просверзу сквозное отверстие через вал, соответственно взял на болтик, закрепил. И барашка закручивать. Очень удобно. И это нормально, быстро, если даже перевозить или что-то такое. Нормально. Мне лично удобно и нравится. Вот вал вращается нормально. Берем мы 20 на 40 примерно уголок. У меня 41 здесь. Ставим ее вниз. Смотрим, чтобы ровно. Ролики были. Опускаем это в кареточку. Только прихватываем, не варим. И ставим, чтобы она ровно была. Чтобы ходил вот так уголочек. Все. А так когда есть, прихватываем. Прихватили, проверили еще разочек. Все. Если все нормально, приварим. Вот эти пластиночки у меня 6-миллиметровые. Ну, чтобы не продавило валик, я думаю. Поэтому вот так сделаем свой размерчик. Вот видите, каретка вот сюда, вот она ходит. А сюда она неподвижна. А сюда она люфт имеет. Сейчас мы испытаем это оборудование на деле. Есть перекос или нет? Убедимся сами. Мне это надо дугу гнуть на 3-х метров ширину теплицы. Вот. Вот. Поэтому полный замер получился по формуле 2πr делено на 2 или просто πd делено на 2. Это формула. Вот 4,70 я взял ее и 20 см я взял напуск. Потому что я не всю буду арку гнуть, а соответственно у меня будет на полтора, даже не на полтора, на метр семьдесят будет прямая идти стенка, а потом только будет арка загибаться. Поэтому я ее сделал 20 см сюда, а арка полтора метра будет. Как мы опускаем ее. Вот тут я пометочку сделал. Метка идет по центру ролика, который я взял. 4,70 она должна не по краям, а по центру ролика находиться где 20 см. Вот. Свера фиксируем где прижато. Вот, ну, все входит прижато. Вот отсюда вращаем оборот. По одному обороту, я думаю, больше не надо добавлять. Рукоятка эта на 20 см. Зажимаем один оборот. Вращается очень легко. Эта рукоятка у меня на 25 см. Можно даже еще меньше. И на 23 см пойдет, я думаю. Ну, длиннее не надо, не советую. Потому что большие будут вращения, плохо будет. Лучше просто маленькие. У меня просто крашеные, не красивые, потому что я вижу краска нашелушится. На красный труд будет. Поэтому лучше не крашеные. Я их красю, чтобы они не поджавели, как у меня эти полосочки квадрата лежали на улице. И поэтому я их покрасю, чтобы они не поджавели. Тут метка. Тоже 20 см посередка она будет. Вот, она дошла. Теперь, что тут я делаю? Я зад чуть-чуть отвращаю, чтобы не в этом был изгиб, а чуть-чуть он смещенный. Добавляю еще оборотик. Рукоятки достаточно. И пошло оно дальше. Мне надо взять по осям, чтобы было 3 метра. Можно, соответственно, там плюс-минус, оно будет все равно выгибаться, но все, чтобы одинаковые дуги были. Вот, вращаем. Вращается она легко, удобно, хорошо. Еще добавляем воротик. Так, и пошли дальше. Вот этот третий поджим я взял. Тут я закрепил на болты, на саморезы и доску на саморезы, чтобы она не опрокидывалась, для удобства. Не доходим с 1 метров 5 каждый виток. Я по 5 сантиметров не дохожу. Для чего? Потому что я буду от прямой гнуть шестерку поликарбоната. И если у меня будет угол больше, чем 105 градусов радиусом, то будет переломить изгиб. Поэтому я делаю, чтобы оно было хотя бы 120 градусов радиуса. Поэтому чуть-чуть отступая, будет, думаю, нормально. Так, еще этот третий, четвертый. Я думаю, что четыре хватит. Посмотрим сейчас. Четвертый. Вот уже круче, но не красьте, потому что после краски этот вал меня набивает окраской, и оно не хорошо. Сцепка хуже, сразу говорю. Поэтому не красьте, лучше покраску производить попозже. Пробуксовывать краска даже вот набилась, и уже она тянет не так. Берем сейчас мерку и замеряем, сколько у меня есть метров. Сейчас я возьму 3-метровую линеечку и замеряю. Все, 3 метра. Вот, я на ветке. Вот даже чуть перестарался. Вот у меня метка, трехметровая. Но ничего, она чуть-чуть можно разогнуть. Но все, чтобы были дуги одинаковые. Если я взял все на четыре оборота, значит все на четыре оборота. Пусть лучше расширится. Все, вот, готовая она у меня. И вытаскиваем. Вот, ее вытащили. Ставим. Высота метр семьдесят должна быть. Я вот сто семьдесят шесть. Вот она высота, которая как раз меньше. 170 она. 150 от центров и плюс 20 стоечка. 170. Что тут вам еще? Объясню так. Сейчас посмотрим тут еще, как оно у меня сделано здесь. Вот, смотрите. Вот оно. Здесь вот все просто. Оно сделано. Ну, можно сказать, сложного то ничего нету. Только на токарке надо, чтобы только все это ровно вытащил. А наше дело уже правильно все это сварить, подобрать все это. И, соответственно, обязательно выравните вот это ложе сюда. Я вот ложил квадрат сороковку из сорок на двадцать. Вот это профиль я тоже гнул сорок на двадцать. Гнется очень легко. Я вам сразу говорю, легко гнется. Стена два миллиметра профиля идет. Ну, вот у меня еще лежит там сорок на сорок. Я его гнуть не буду. Он пойдет, наверное, на палитку. А двадцать на сорок. Как начну делать теплицу. Тоже постараюсь снять видео. Ну, всего доброго всем. Всем успеха. Кому надо, берите что-нибудь от меня. Может, что лучше вы сделаете. Всего доброго. До свидания.